Всем привет, с вами Глория Рай и это ежедневные новости, слухи и обсуждения эфиров телепроекта Дом-2 на сегодня. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Приятного прослушивания! Беременность Саши Черно вызвала большой ажиотаж, чем беременность Ольги Рапунцель. Не успели Саша Черно и Осип Аганесян объявить о том, что ждут ребенка, как сеть просто взорвалась поздравлениями. Отписались почти все действующие участники и многие с приставкой X. Пользователи с удовольствием поздравляют Сашу, желают счастья и уже сейчас очевидно, что она будет лидировать в обзорах и топах. Хоть она и первая, но задвинет беременность Рапунцель на второе место. Саша Черно и Осип Аганесян объявили своим подписчикам о том, что ждут ребенка. Новость сразу же попала в разряд самых обсуждаемых. Сашу бросились поздравлять всех, кто только может. Участники уверяют, что они невероятно счастливы. Саша, конечно, тоже, ведь тут открывается море привилегий и льгот. И даже с Ольгой Рапунцель можно разговаривать на равных. Пользователи, утихомирившись после первых восторгов, с интересом обсуждают реакцию Ольги Рапунцель. Она только взъелась на Марину Африкантову за щенка, который стал часто попадать в кадр. А теперь очевидно, что беременность Саши перетянет на себя все внимание. Тут и то, что она болела, и лишний вес, и отношения с родителями. В общем, много всего интересного. Так что одним накладным животом дело не обойдется. Стоит отметить, что буквально несколько дней назад Саша жаловалась на депрессию. Она все не могла найти ответы на свои вопросы. Ездила в родной город, бродила по его улицам, вспоминала прошлое и откровенно грустила. На тот момент она уже была беременна, но не знала этого. А как только узнала, сразу же повеселила и поняла, что жизнь прекрасна. Разговоры зрителей о том, что на проекте можно открывать детский сад, уже не кажутся нереальными. Тем более, что подозрения по поводу беременности Майи Донцовой у зрителей тоже имеются. И они все ожидают, когда же она объявит свою новость. В таком случае шоу из молодежного превратится в семейное, шутят пользователи. Кстати, Черно рассказала, как узнала, что они скоро с Иосифом станут родителями. Я счастлива. Я на самом деле давно мечтала о детях, но очень боялась. Даже несколько дней назад писала о том, что дети большая ответственность, и вдруг у меня не проснется материнский инстинкт. Но сейчас я поняла, что мои страхи в большинстве своем надуманные. Когда мы планировали ребенка, у нас не получилось. Потом улетели на свадьбу Шабарина, вернулись обратно, сменили климат, и все вышло случайно. Когда я узнала, слезы на глаза навернулись. Я долго не могла в это поверить. Сделала шесть тестов на беременность, и все показали две полоски. Правда, пока я себя чувствую не очень хорошо из-за отита. Но скоро в полной мере буду наслаждаться ожиданием малыша. Иосиф всегда рядом и во всем мне помогает. Я уверена, что он будет хорошим папой. Поделилась Черно в разговоре с подписчиками. Сбешенная Анастасия Голд пообещала ни за что не прощать Ябарова. Отношения Ябаровой Голд трещат по швам. К слову, сами влюбленные уверяют, что окончательно расстались. Хотя участники и ведущие не сомневаются, рано или поздно им удастся помириться. А вот сама Голд настроена решительно. Девушка пребывает в шоке от подлости экс-бойфренда, который я выставил в самом невыгодном свете. И перед коллегами по Дому-2, и перед зрителями. Уже ни для кого не секрет, на недавнем шоу Бородина против Бузовой, саратовский шансонье в пух и прах разнес избранницу, увидев ее откровенные ролики с другими мужчинами. Именно такое поведение Ябарова Настя считает неприемлемым. По словам Голд, Илья еще до начала их отношений все видел и был прекрасно осведомлен обо всех ее проектных романах. Более того, тогда Ябарова ничего не смущала. Анастасия заявляет, что никогда не простит Ябарову такого позора. Кстати, о Ябареве. Пришла новость, что Илья, проведя неделю на острове любви, уже вернулся в реальном времени на поляну. Раз уж не сложились у него отношения с Анастасией Голд, то и возвращают его явно не случайно, как раз к съемкам полуфинала и финала конкурса «Человек года 2019» на Доме 2. Мало кто сомневается, что Илью Ябарову вернули для Алены Савкиной к финалу конкурса. Ведь история с Романом Макеевым, который все-таки вытащил иммунитет, но этого не показали в эфирах, изрядно подпортила репутацию младшей Рапунцель в глазах зрителей проекта. Сколько угодно она может перечислять свои заслуги как матери-одиночки. Но и сущность ее нахождения на телестройке и реальное отношение к собственному ребенку Савкиной Рома показал отлично, потому надежды гулящей матери-одиночки козырять своим статусом явно призрачные. Да и Ябаров, бегающий в поисках с Иснова на поляне, явно уже понял, что без Рапунцеля никакая он не боевая единица, а авторитета в коллективе ноль, что показали результаты голосования в конкурсе. Остается расчет на сына Богдана, который в недавнем дневном эфире уже сидеть научился. А вот приподняться не может, только ребенок гарантирует биологическому отцу появление на фотосессиях эфирное время и столь любимые им скандалы и конфликты. По слухам, Илье Ябарову пообещали новые преференции. Если он вернется к Алене Савкиной, все-таки попытаются склеить в очередной раз эту псевдоячейку домовского сообщества. Так ли это будет на самом деле, совсем скоро узнаем, но вполне все предсказуемо. Если вы тоже так считаете, ставьте лайк. Алена Савкина пожаловалась, что ее преследует семья Романа Макеева. Алена наконец-то прокомментировала историю про разбитую машину и суд, которым ей угрожает супруга Романа Макеева. Оказывается, хотя она недавно заявила, что впервые прочитала о претензиях Дианы Макеевой в соцсетях, та вместе с сыном Романа Богданом преследует ее еще с лета и угрожает. Но суда Алена все равно не боится. В разговоре с Антоном Бекужевым Алена Савкина призналась, что Диана и Богдан Макеевой ее преследуют и угрожают ей. Все началось с того, что в августе Алена объявила поклонникам, она разбила автомобиль Макеева, когда возвращалась с вечеринки. Недавно Диана Макеева заявила, что имеет часть прав на авто, поэтому ждет компенсации ущерба. Если Алена не заплатит ей за ремонт авто, Диана грозила обратиться в суд, чтобы взыскать компенсацию в судебном порядке. Тогда Савкина в ответ на вопросы подписчиков о ситуации дала понять, что впервые слышит про суд и претензии Дианы, поэтому реагировать не собирается. Однако сейчас Алена немного изменила ответ. Молодая мама уверяет, что суда она не боится, потому что единственное, что интересует Диану, это увеличение количества подписчиков. Роман якобы и раньше говорил, что она ему пишет исключительно для пиара, чтобы привлечь к себе внимание. По словам Савкина, если бы Диана хотела с ней что-то выяснять, то обратилась бы к ней лично. К тому же роль держал Роман, а не она. Машину продали, да и Макеевы уже развелись, так что никакого суда просто не может быть. Кстати, Савкина уточнила, что после ухода с проекта Роман ей ни разу не писал. Тем временем Диана Макеева решила обратиться к матери Алены Савкиной, Татьяне Владимировне. Диана написала, Татьяна Владимировна, прошу передать вашей дочери, если у нее не хватает тем для обсуждения в эфире. Как только склонять мое имя и имя моего ребенка, я вам подброшу два иска. А пока я думаю, мои юристы тем временем мониторят каждое слово, сказанное без моего разрешения. Эта статья плюс машина, которую ваша дочь била на поражение, будучи пьяной. Есть видео и свидетели. Позволить вам пиариться за мой счет я не дам. То, как ваш проект меня прославил на всю вашу аудиторию, не пожелать врагу. Вы заработали ценой моей здоровой жизни и судьбы моего ребенка, свои гонорары, моей семьи, здоровье моего отца. Это вы повышали и до сих пор повышаете свои рейтинги за мой счет. Оставьте нас в покое. В отличие от вашей холярной жизни, я работаю с 15 лет. Вот так вот Роман Макеев уже давно покинул проект, а война между его бывшей девушкой и бывшей супругой до сих пор продолжается в соцсетях. Юлии Ефременковой грозит серьезная опасность. Далеко не все радуются за Юлию Ефременкову, которая, казалось бы, обрела счастье в лице Мендезира Светамура. Преданные фанаты ведущей Дома 2 опасаются, что рано или поздно спыльчивый и агрессивный Светамур не найдет другого объекта для возмещения своих недовольств, кроме Юлии. И тогда хрупкой девушке придется не сладко. Самые страшные опасения фолловеров, казалось бы, нашли свое подтверждение. По словам одной из подписчиц звезды, ей по чистой случайности довелось пообщаться с врачом-биоэнергетиком, и женщина уже озвучила жуткие последствия союза Ефременкова и Мендезира. Вот какую историю одна из подписчиц написала Ефременковой. Юля, я летела в самолете позавчера из Вены. Со мной рядом сидела дама возрасте, милая женщина, а я листала Инстаграм, твой аккаунт в том числе. И вдруг эта дама по-русски не говорит, и думаю, Дом 2 никогда не видела. Вот она ткнула пальцем фото на экране, где ты с Мендезиром, и показывая на него пальцем сказала «Ассасин». Это означает душегуб, убийца. Я обомлела. Юля, потом эта дама на тебя палец перевела и сказала «Ласт». Это означает потерянная или погибшая. У меня мурашки по коже. Мы с ней потом поговорили. Она врач, биоэнергетик, читает людей по лицам. Я долго думала писать тебе или нет, но подумала, что есть вещи, которые утаивать нельзя. Друг, эта информация спасет тебе жизнь». Получается, что Светамур может оказаться убийцей, от рук которого однажды и погибнет Юля. И молчать о таком подписчице просто не в силах. Девушка надеется, что Ефременкова не пропустит предостережение, которое может спасти ей жизнь. На сегодня это все новости Дома-2 за последние сутки. Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Переходите на мой канал или кликайте прямо сейчас. До скорых встреч!